Дорогие телезрители, мы продолжаем свой эфир и вторая наша гостья. Ну, хотелось бы, знаешь, Шнурбек, как-то более иронично подвести ее, представить ее нашим телезрителям от визажиста до скульптора или работа, которой нет места рутине, я могла бы так сказать даже. Наши уважаемые телезрители, перед нами Раинбекова Айконыш, художник по гриму. Доброе утро. Как ваше настроение? Хорошо, отлично. Вы как? Хорошо. А как вы добрылись к нам? Отлично. Мы пораньше выехали, чтобы подготовить заранее. Все было без пробок. Классно. Айконыш, скажите, пожалуйста, у вас такая специфическая работа. Может быть, какие-нибудь… Какие нужны задатки, чтобы овладеть данной профессией? Да, какими навыками надо обладать. Существуют ли какие-нибудь курсы или, может быть… Да, кстати, есть ли курсы этому? Кстати, курсов по гриму у нас нет. Ну, у нас есть какие-то частные курсы от определенных гримеров. Но чтобы прям так это обширно было, такого нет. А как ты училась тогда? Я научилась гриму на Ютубе. А, серьезно? Я гример-самоучка, да. Молодец. А сколько лет ты в этой сфере? Ну, в целом плюс-минус шесть лет уже. Шесть лет. У нас сегодня тема дня – первый рабочий день. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще… Ты помнишь свой первый рабочий день? Как это было? Сейчас уже смутно помню. Я вот помню свою первую короткометражку. Короткометражку. О, красно. Да, это было довольно волнительно. Я была очень удивлена актерской игрой. Вот. Хоть это был просто короткий метр дипломный, я удивилась, как к этому подходит с большой серьезностью. И такая вот подготовка есть. А вот ты говоришь подготовка. А вообще с чего появилось желание, я не побоюсь этого слова, чтобы изучать это искусство? Да. Вообще началось это с того, что я смотрела очень много ужастиков. Вот. Очень много ужастиков смотрела. И я даже ставила на стоп там, где страшные лица были. И разглядывала. Предпочтение такое? Ну, это был такой чисто интерес, как они это сделали. Вот. И дальше сама начала повторять. Мне кажется, я, конечно, прирожденный гример. Да, мне кажется, это ее предназначение. Мне кажется, не каждый будет интересоваться, стопать ужастик на том моменте и рассматривать. Мне вот вообще в голову не приходили такие мысли. Я глаза закрываю, когда я смотрю сразу. У меня художник был бы очень плохой. Никудышно? На самом деле очень интересная. И профессия тоже интересная. Акануша, расскажи, пожалуйста, какие трудности и какие моменты, наоборот, хорошие моменты, может быть, там, привилегии какие-нибудь в данной профессии именно бывают? Ну, из трудностей. Это все-таки творческая сфера. И в любой творческой сфере люди подвержены выгоранию. Я вот хотела спросить себе этот вопрос. Как ты справляешься с выгоранием? Никак. Просто плыву. Я просто влезаю в выгорание и просто наслаждаюсь выгоранием, так скажем. Можно наслаждаться выгоранием? Ну, я просто понимаю то, что я как-то работала очень много и не обращала внимания на себя, на свое психологическое, физическое состояние. Я сама себя довела до такого. И просто понимая, принимая это, я как-то проживаю этот момент просто. Мне кажется, это очень хорошая тактика, потому что если бороться с этим выгоранием, то можно, мне кажется, сделать еще хуже. Поэтому Айханыш очень правильно делает то, что оставляет все по течению. И, мне кажется, принятие данной ситуации улучшает... Состояние наше. Да, состояние. Борется с выгоранием. Вообще, расскажи, пожалуйста, подробнее, как ты попала вот в эту сферу. Ты говоришь, что начала с ужастиков, а потом ты начала учиться это. А первые заказы, как они появились у тебя? Просто начали люди потихоньку замечать. Мой аккаунт в Инстаграме, он со мной с самого начала. Вот, и просто то там, то здесь познакомлюсь с людьми. Я просто сама очень общительная. И то там, то здесь с людьми знакомлюсь, общаюсь, рассказываю. И вот так вот потихоньку они начали меня приглашать. Сначала первые фотосессии какие-то, просто фотографы, просто уличная фотосессия, да. Вначале так было, потом вот потихоньку, потихоньку меня начали больше узнавать, больше приглашать. А вот по Инстаграму все-таки люди незнакомые писали тебе, судя по твоей работе, да, я правильно поняла? Да, вот часто писали просто в Инстаграме, в какой-то момент я даже запускала рекламу в Инстаграме, и через Инстаграм тоже очень много заказов приходит. А вот ты, я прослушала этот момент, ты уже сколько лет в этой сфере? Плюс-минус шесть лет. Шесть лет. Вот, ты не хотела бы, ты же говоришь, что нет курсов, действительно нет курсов, которые бы обучали бы именно вот этому, этой специальности. А ты не хотела бы, ты не задумываешься о том, что, наверное, пора уже открыть, потому что ты действительно, даже вот Жакс, да, Севелеп, Батальону там, художником по гриму была ты. Да, да, да. Вот, и очень много вот фильмов тоже, Албарсты, например, тоже там, то есть такие образы ты делала. Да. Ты не задумываешься о том, чтобы все-таки уже пора открыть, наверное, свой курс? Да, я об этом думаю, и думаю, в ближайшем будущем это осуществить. Классно. В планах есть, да? Да, в планах есть. Действительно, не каждый человек может обучаться какой-то профессии именно на Ютьюбе, да, смотреть видео. Это требует усидчивости, правильно? Да, и вообще Айганыш молодец, очень большой молодец, то, что развивается дальше в этой сфере. Я никогда не встречал раньше людей, которые на Ютьюбе чему-то научились и дальше работали в этой специальности. Да, так что, Айганыш, ты прям супер. Да. Спасибо. А что ты можешь вообще посоветовать тем людям, которые хотят войти в твою сферу? Ну, это опять-таки должно быть сильное желание. Это вот получается, как говорят, 5% таланта, 95% труда. И это вообще надо трудиться, это в любой сфере так. Вот, если ты хочешь быть хорошим, выдающимся специалистом. Вот, потом, помимо этого, конкретно касающиеся киношной работы, это вот, как вы говорите, нужна усидчивость. Потому что не каждый человек выдержит съемки. Потому что съемки – это просто бесконечный процесс ожидания чего-либо. Пока свет поставят, пока еще что-то, пока еще что-то. И просто не киношный человек, он максимум 2-3 дня выдержит. И это вот просто надо умение, умение и поистине любить свою профессию. Именно вот эту вот киношную сферу. Вот только так. Вот, Айконыш, скажи, пожалуйста, ты, вот сколько все-таки времени требуется для того, чтобы привыкнуть к таким условиям? Сколько ты привыкала к этому? Я пришла в эту сферу, и как будто бы это было что-то родное. Ты даже не привыкала к ней. Я даже не привыкала к ней. Ты меня удивляешь. Я просто влюбилась, да. Но это очень классно. Айконыш, мне кажется, была рождена. Да, она рождена была художником. Для кинопроизводства, да, и именно быть художником по гриму. Это очень крутая вообще профессия. И не понаслышке я знаю, насколько трудны вообще вот эти многочасовые смены в кинопроизводстве. Мы даже с Айконыш, я помню, работали над одним проектом. А, да? Да, классно. Я выступал там в качестве, ну, в эпизоде играл актера. А, ты был актером? Да, да, и мы как раз познакомились на съемочной площадке, да, по-моему. Да, да. И Айконыш, помню, это было три года назад. Ага. Она уже была большим специалистом. Я помню, она... Ты уже тогда заметил, да? Она таскала с собой, да, вот этот большой чемодан, да, или как его называть? Да, чемодан. С инструментами. Там было много очень всяких кисточек, и чемодан был тяжелый. И я удивлялся тому, как справляется Айконыш. И вообще, просто хочу похвалить тебя. Ты большая молодежь. Спасибо, спасибо. Неприятно. Я не знала, что ты актер еще у нас. Ну, действительно, сколько с ней знакомых. Бывает, да. Есть секреты, оказывается, тоже. Айконыш, скажи, пожалуйста, сейчас вместе с тобой сидит, как я правильно понимаю? Моя модель. Твоя модель, она твоя подруга, да? Да. Как ее зовут? Ее зовут Нурай. Нурай, здравствуйте. Ты уже практически приготовила, да? Да. Что ты сделала? Можешь, пожалуйста, сказать и приступить, показать, может быть, нашим телезрителям мастер-класс? Было бы очень хорошо. Я, получается, сделала такое рассечение носа. И сегодня я хотела показать, как можно запросто сделать царапины. О, мне кажется, любителям, кто действительно любит, наверное, тоже вот эту вот сферу, ты хотя бы немножечко поможешь им. Давайте начнем тогда. Выглядит очень правдоподобно, я бы сказал, да. Если бы не Айконыш, я бы подумал, то что... Действительно, она где-то... Что здесь случилось? Я бы прибежал на помощь. На помощь, да. Давайте тогда начнем. Так, это чисто мои лайфхаки, которые я за годы своей практики научилась. Это простая кисточка для ресниц. Нужно взять грим. Это вот такой специализированный грим. Грим краски, кремовый грим. А вот именно вот такие краски, где можно приобрести у нас? Продаются ли ты их заказываешь? Они не продаются, да. Ближайшее место, где можно заказать, это Алмата. С Алматы приезжает там плюс-минус за неделю. Вот в течение недели быстро приезжает. То есть материалы тоже труднодоступные, да? То есть вначале нужно нанести такой красноватый тон, да? Да. Это сделать руками нельзя, да? Именно кисточкой. Можно руками тоже. Ну, руками, мне кажется, получится не царапины, а синяки. Да, царапины нельзя. Раньше я царапины делала чистой кисточкой, но потом поняла, что очень удобно чем-то пожестче делать. То есть в своей специальности ты находишь какие-то свои лайфхаки, какие-то изучаешь, что для тебя удобно. Это очень интересно на самом деле. Я максимально стараюсь оптимизировать свою работу, как-то упрощать какие-то действия, поэтому пробую многое. А скажи, в каких фильмах ты делала такие царапины? Практически во всех фильмах, клипах, на которых я участвовала, я вот давно для себя выявила этот лайфхак и уже давно пользуюсь этим. А я, конечно, большой специалист по царапинам. Можно даже так рекламу пустить. То есть такими вот легкими штрижочками можно сделать вот такие вот царапины. Да. Вот, посмотрите, как будто бы она протерлась об стену. В процессе выглядит так, будто просто берут и черчат. Да, что-то делают такое. Что-то делают, но в результате, да, очень правдоподобно получается. Мне кажется, да, это очень правдоподобно. Сюда еще можно добавить побольше крови. Давай добавим. А кровь – это тоже какая-то краска, да? Кровь – это сироп. А, сироп. Я его заказываю. Вот это вот заказываю. Да, это салматы заказываю. Многие почему-то думают, что я использую настоящую кровь. Даже спрашивают, кровь чего животного я использую. Ну, это очень правдоподобно, да, выглядит. Я бы, наверное, если бы оказался с тобой еще на одной съемочной площадке, мне кажется, я бы подумал тоже, может, Айганыш специально роняет актеров, чтобы делать царапины. Да. Ударяет их. И следующий жертвой будешь ты, да? А расскажи, пожалуйста, какие интересные моменты происходят на площадке? Может быть, какие-нибудь форс-мажорные ситуации? Да, 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 мне кажется. Когда у тебя не остается там материала или... Бывали ли такие случаи, то, что ты на скорую руку что-нибудь придумывала и... Вот чуть кровь добавила. А вот теперь действительно, да, как будто бы вы подрались. Злая кошка, да, там поцарапала. Про форс-мажорные ситуации. Да, такое иногда бывает, когда что-то резко закончилось, либо просят то, о чем не предупреждали, и приходится выкручиваться из ситуации, просто... И по-настоящему бить, да? Избивать? Просто где-то, если я далеко от дома, я быстро бегаю в магазин, покупаю красители, делаю на скорую руку кровь. Вот, но все-таки на скорую руку кровь, и эта кровь, они... это разные вещи. Это намного лучше. Вот. Потом был случай, когда надо было шишку сделать, очень прям срочно шишку надо было сделать. А вот, кстати, нос и шишка, вообще какие-то либо выпуклости, где-то делается специальным воском. Вот. Воска у меня рядом не было, и я быстро взяла вазелин, крахмал, тоналку, все это смешала, и получился такой самодельный воск. Ты это симпровизировала или где-нибудь, может, просчитала? Это я в начале, в самом начале... А, в самом начале ты пользовалась такими лайфхаками и... Да. До того, как я купила всю эту косметику, кровь, воск, я пробовала из разных материалов, вот, тот же самый крахмал и вазелин, потом вместо грим-красок я использовала гуашь, акварель в начале, вместо латекса я брала ПВА-клей такой, канцелярский, и экспериментировала. Очень классно. А сейчас вот уже царапина готова, я так понимаю? Да. Уже готова. А вот царапина, получается, это самая быстрая из грима, да? Примерно где-то, наверное, 5-10 минут для этого требуется, да? Да, но там уже, ну, как задачу режиссер поставит, иногда вот прям просят пожёстче, не по царапинам, а вообще по гриму, типа, человека очень сильно избили. Вот, тогда это, конечно... То есть это тоже зависит от твоего, от твоей фантазии, да? Да. Можно сказать. А вот мне интересно, какая твоя самая сложная работа? Можешь ли ты её описать? Ты говорила про ужастики, может, какую-то маску просили сделать? Да, да, да. Такую необычную или... Самая такая сложная работа. Да, сложная работа, которая... Ну, я сейчас даже не вспомню, потому что в самом начале, вот, мне кажется, это сложно-сложно, а потом, спустя какое-то время, я понимаю, что это было легко. Но я помню, я на одном фильме работала, и там надо... А какой это был фильм? Это фильм «Корпоратив». Ага. Вот, и там надо было резать пальцы. Там был отрубленный палец, и там должен был быть кадр, как парень случайно отрезает себе палец. Вот над этим я очень долго думала. Я слепила, сделала слепок с его пальца, сделала его, копию его же пальца. Потом там художники-постановщики сделали в доске дырку, чтобы спрятать его палец. Я подставила искусственный палец, и там в кадре резали его. Мне кажется, это действительно... По времени сколько это заняло всё? Ну, это час где-то заняло. Час где-то, да. Полтора, может быть. А, Иконаша, а можешь описать себя тремя словами? Вот такие вот... Такие черты, знаешь, которые описывают тебя. Вот человек не знает, а ты себя, можно сказать, рекламируешь так. Ну, скорее всего, это рыжий кот. Рыжий кот? Почему? Я не знаю, я люблю ассоциировать себя с котом. Ага, ещё. Очень интересно. Солнышко, скорее всего. И... Я же не знаю. Солнышко, рыжий кот, может быть, какие-то черты ответственные. Ну, Айганыш очень яркая такая личность. Поэтому, мне кажется, ассоциации тоже подходят. Именно такие солнечные, да, больше действительно позитивные с тобой ассоциации. А вот кроме курсов, ты говоришь, что у тебя в планах есть курсы. Кроме этого, какие у тебя ещё есть планы дальнейшие для твоего же развития поделиться с нами? Ну, я очень люблю киношную сферу. Я хочу продолжать развиваться здесь. Вот. Я хотела съездить на обучение в Алма-Ату. И повысить свои знания. И повышать потихоньку умения гримеров здесь, в Кыргызстане. Да, мне кажется, это действительно... Мне кажется, тебе стоит этим заниматься. Потому что всё-таки бывает, ты иногда смотришь фильмы. Вот царапина сейчас, она действительно очень реалистичная. А в некоторых фильмах просто, мне кажется, берут краску, просто гуашь, акварель, просто намажут. Мне тебе так не кажется? Ну, это фильм, где не работало. Да, где не работало. Вот примерно в таких фильмах так оно и есть. Поэтому, мне кажется... Возможно, сейчас у нас, в данный момент, состояние в нашем кинопроизводстве, состояние такого... В каком состоянии находится данная специальность? Оцени эту сферу. И насколько она развивается? Ну, в последнее время она всё лучше и лучше развивается. Появляется всё больше гримеров. Да, вот там, где конкуренция, там рынок лучше. Вот. Я мечтаю вообще, чтобы наша киношная сфера вышла на уровень Казахстана. В Казахстане просто очень много гримеров. Я, честно, киношные сферы оцениваю по количеству гримеров. Вот. И хотелось бы, чтобы ещё больше становилось таких же сильных гримеров. Мы надеемся, что ты будешь обучать наше молодое поколение. И в дальнейшем, возможно, станешь самым лучшим художником по гриму. Но я знаю, что кроме грима ты ещё делаешь, вот как я вначале сказала, визаж. Как ты подбираешь ещё вещи, правильно же? Да. Работаешь целым над образом. Да, да. Правильно? Мне это безумно нравится. Откуда ты черпаешь вдохновение всё-таки? Это, скорее всего, не вдохновение, а моя черта характера. Я люблю видеть прекрасное. Красота в простоте – это вот про меня. Вот. И в целом мне нравится собирать человека кадру. Получается, у меня примерно в голове есть картинка, как всё красиво, лаконично должно выглядеть. Также, помимо этого, огромный плюс того, что у меня есть художественное образование, и всё-таки академические знания базовые, они мне очень хорошо помогают. Не только в составлении образа, но и в гриме, везде. А где ты училась, ты говоришь, образование есть? Я закончила колледж КРСУ на дизайнера интерьера. А, значит, она ещё и… у неё есть вот эта вот красная корочка. Дизайнера интерьера к дизайнеру человека. Да, точно. Расскажи, пожалуйста, были ли у тебя такие случаи, вот, например, основные твои заказы приходят из кинопроизводства, да? Были ли такие случаи, которые, может быть, обычные люди заказывали тебе какой-нибудь необычный грим, может быть, на Хэллоуин, просили? Да, вот, на Хэллоуин очень много. Хэллоуин вообще празднуется 31 октября, но так как больше ориентируется на пятницу-субботу, его там 3-4 дня могут отмечать. Вот, и на Хэллоуин вот большее количество заказов появляется просто с утра до ночи я по заказам, я где-то в заведениях крашу, либо свои личные клиенты есть. И заранее готовлю образы, потому что вот такое вот, это больше такое киношное, и я готовлю такое, более хэллоуинское, там, рога сделаю силиконовые, чтобы на лоб наклеить. Еще что-нибудь готовое сделаю. Раньше вот делала ушки эльфийские, эльфийские тиары, ну, такой уже готовый образ. И люди брали, покупали. А еще что-то сейчас можешь нам показать, вот, царапина, а еще, может быть, какие-то... А, небольшое. Да, небольшое что-то. Могу показать, как кровь может очень хорошо дополнять образ. Давайте, давайте посмотрим. Мне кажется, нашим телезрителям это понравится. Особенно тем, кто увлекается этой сферой. И тем, кто любит ужастики. Да, тем, кто любит ужастики, как наши гости. Можно взять ту же самую кисточку. Надо хорошо вот прям промокнуть ее. И такие вот, получается, как будто бы капли крови получаются. О, да. Ты используешь тот же инструмент, что и использовала на царапинах, да? Да. Это, мне кажется, больше, видишь, отловка стерона. Тебе так не кажется? Возможно, и так и есть, да, потому что... Ну, вот мы возьмем с тобой сейчас, у нас же не получится. Мне кажется, никаким инструментом я такое не смогу сделать. Также еще очень эффектно выглядит разбитая бровь. И вот, опять-таки, этой же кисточкой можно сделать, как будто бы она побрызгала чуть-чуть так, размазалась. Ну, ты знаешь, это... Я сейчас вспомнил, когда я разбил себе бровь... Примерно выглядело так. Когда учился в школе, да, я нечаянно ударился об турник, и примерно было так, да, я сейчас просто вспомнила об этом. Классно. Айконыш, спасибо тебе большое за то, что ты пришла к нам сегодня, уделила свое время. Ты большая молодец. Спасибо. Мы с Нурбеком очень хотим, чтобы ты продолжала в этом же направлении. У тебя большие планы, ты у нас, оказывается, очень амбициозная. Развивайся как личность, развивайся в своей сфере. И я очень сильно надеюсь, я уверена, более чем уверена, что ты действительно, наверное, как наши, может быть, спортсмены или как наши такие хорошие деятели, просто, как это сказать, Кыргызстаном сможешь выдвинуть наше имя, немножечко наше имя нашей страны. Именно в этом направлении, да. Именно в этом направлении. И уже будут люди знать, да, что вот Айконыш, она из Кыргызстана, она вот сама по Ютубу училась. Остается, да, только пожелать Айконышу побольше сил, побольше новых идей. Спасибо, спасибо. Да, и творческих успехов. Тебе во всем. И пусть твоя фильмография, также и твои клипы, они просто возрастают с каждым днем, а в твоем кошельке становится все больше купер. Дорогие телезрители, переходим к клипу, а дальше идем по программе. Продолжение следует...